Что касается строительства, то мы соответствующий вопрос рассмотрели на республиканском семинаре-совещании 23 ноября 2018 года. Выработанные тогда решения и направления повышения эффективности отрасли закреплены в документе самого высокого уровня, в директиве президента номер 8. Сегодня я хочу услышать мнение министра по поводу перспектив развития отрасли, учитывая, что в строительстве человек не новый, и тем более уже на уверенное хозяйство он открытыми глазами посмотрел и изучил его. Поэтому, во-первых, в первом полугодии строители сработали неплохо, почти 106% к уровню прошлого года. В этой связи я хотел бы узнать, чего вы ожидаете по итогам года. Как обстоят дела с экспортом строительных услуг и материалов сложившейся ситуации. Во-вторых, важнейшим приоритетом государственной политики в отрасли всегда являлось жилищное строительство. Как регионами решается задача по ликвидации очереди среди многодетных семей. Какие меры приняты по развитию рынка арендного жилья. Увеличению долей домов, возведенных за счет средств ведомств и предприятий. Что сделано для того, чтобы строить больше малоэтажного индивидуального жилья. И, конечно же, необходимо не забывать и шире использовать электричество. Применять его для отопления в новых домах, оборудовать их электроплитами. Мы, кстати, вчера с энергетиками этот вопрос серьезно рассмотрели. И там есть хорошее предложение по увеличению объема употребления электричества для жилья. В-третьих, в свое время мы провели масштабную модернизацию предприятий строительного комплекса. Куда были вложены колоссальные бюджетные и банковские ресурсы. Приняли недавно дополнительные меры, направленные на стабилизацию работы этих предприятий. Как выполнены эти задачи? Как они выполняются? Возвращаются ли выделенные средства? В-четвертых, я неоднократно поднимал вопрос о том, что в строительной отрасли все слишком зарегулировано. А нормы и правила, применяемые при проектировании строительства и приемке объектов в эксплуатацию, являются излишними. Эти нормы многие уже морально устарели и нуждаются в кардинальной переработке и оптимизации. В июне 2019 года издан указ, предусматривающий разработку принципиально новых технических нормативных правовых актов, строительных норм и правил. Что сделано в этом направлении? И что еще предстоит сделать? В-четвертых, хотел бы услышать, как сегодня обстоят дела на стекольных заводах, как выполняется задача по их загрузке и минимизации закупок стеклянной тары за рубежом. Уважаемый Александр Григорьевич, в первом полугодии текущего года обеспечено наращивание объемов выполненных строительно-монтажных работ на уровне 105,5% к соответствующему периоду прошлого года. Прирост валово-недобавленной стоимости по секции строительства за 6 месяцев составил 6% кументов. Обеспечено соотношение средней стоимости 1 квадратного метра и номинальные начисленные среднемесячные заработные платы по стране на уровне 0,86. Средняя заработная плата строителя по стране составляет 1309 рублей. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года 115,1%. В результате реализации комплексных мер, направленных на снижение себестоимости выпускаемой продукции, по итогам первого квартала 2020 года уровень затрат сокращен на 3,5% пункта. Также обеспечено снижение сплотских запасов.